С того самого дня, как только мы впервые увидели эти металлические зеркальные ногти, они сразу полюбились и мастерам, и клиентам. После появления втирок на рынке мы стали делать всякие разные зеркальные ногти, и когда мы хотим сделать просто полностью металлический ноготь, это не так уж сложно. Просто берем втирку и наносим ее. Но если хочется сделать дизайн со втиркой, то это уже требует дополнительных шагов. Нужно использовать специальную гель-краску, нужно просушить ее, дальше нужно нанести втирку. Если мы случайно, слишком долго полимеризовали верхнее покрытие, то втирка уже не будет работать, значит, приходится делать еще один слой. В общем, это требует определенного навыка и последовательности. И с тех пор я всегда думала, а почему бы не изобрести просто вот такой вот металлический гель с ртутным эффектом, который мы можем сразу использовать для рисования, чтобы получался такой же красивый металлический эффект. И, наконец-то, этот день наступил. Компания Born Pretty сделала вот такой ртутный металлический гель, и в этом видео мы будем его пробовать с трендовым дизайном, где у нас есть радиальный градиент плюс вот такая металлическая розбись. Приступаем к работе. Так выглядят ручки модели. У нас сегодня просто шикарные ногти, но некоторые из них уже сломаны, и самое главное, мы хотим сделать другую форму миндалей, конечно же, немного подлиннее, потому что чем длиннее ногти, тем больше у нас пространства для дизайна. Так что делать будем полное снятие и новое наращивание, потому что мне также прислали полигель, его хочется попробовать, но сделаем это просто и по-быстрому с помощью верхних форм. Независимо от типа наращивания, я никогда не вижу смысла сохранять свободный край, поэтому мы его также максимально укорачиваем и затем приступаем к подготовке. Сначала я пушером отодвигаю кутикулу, и затем давайте все-таки посмотрим посылку, чтобы понять, чем мы будем работать. Материалы от Born Pretty я пробовала и раньше, и мне очень нравится этот бренд тем, что они все время придумывают что-то новое и необычное для дизайна, и часто они бывают одни из первых, которые что-то такое представляют на рынке. Здесь у меня несколько оттенков, вот этот синий похоже на витражный, а вот и тот самый ртутный гель, давайте его открывать, и он реально чем-то похож на ртуть. Достаточно жидкая консистенция, но при этом видно, что он очень укрывистый. В общем, я надеюсь, что он будет работать именно так, как они обещают. А теперь загадка, какого цвета будет полигель, который называется Opal, ну или опал. Если честно, я рассчитывала увидеть что-то мерцающее или блестящее, но по факту это оказался молочный цвет. Ну что ж, молочка в принципе никогда не помешает, теперь давайте попробуем гель-лаки. Супер укрывистый белый, отлично, такой мне тоже всегда пригодится. И далее есть цвета, которые очень напоминают витражи. Как вы видите, с одного слоя они выглядят ну так, но вот в два уже получаются достаточно красивые оттенки. Мне особенно нравится справа синий. А вот и вся палитра, но давайте уже скорее наращивать. Использовать мы будем этот самый молочный оттенок. Я сначала наношу его в верхнюю форму, делаю выкладку и далее устанавливаем на ноготь. У нас будет средняя длина и, как я уже сказала, форма будет овальная. После полимеризации снимаем верхнюю форму и теперь нам нужно подпилить в зоне кутикулы и, конечно же, опилить саму форму. Но не забывайте снять липкий слой. Сверху его нет, но в зоне кутикулы, если где-то чуть-чуть выдавился материал, он там будет и также изнутри. Это очень важно, чтобы избежать появления аллергических реакций. Кстати, когда верхние формы только появились на рынке, было это еще в 2000-х, мне тогда они сразу не понравились, ну, точнее, даже не пробовала их. Мне сразу показалось, что это что-то для ленивых, для мастеров, которые вообще ничего не умеют и сама их долго не использовала. Ну, потому что действительно, использовать их с акрилом, либо с жидким гелем не так удобно. Но вот когда появился полигель, вот этот материал, на мой взгляд, просто идеален для работы с ним. Это я вам все говорю к тому, что обязательно пробуйте, даже если вам кажется, что вам что-то не понравится. Еще они прислали вот такой черный укрывистый оттенок, который можно покрыть только в один слой. И мы решили сделать такой монохромный дизайн, черно-белый. То есть некоторые ногти будут черные, а некоторые белые. Но белым мы покрывать не будем, у нас же и так уже есть молочный фон. И также мы сделаем радиальное омбре, то есть градиент. Черный с белым, как вы знаете, одни из самых сложных цветов для того, чтобы сделать градиент. Поэтому делать мы будем не традиционным способом, с помощью растушевки, потому что это достаточно сложно и долго, а очень простым и быстрым способом, с помощью пуффинга. Для него нужно использовать обязательно очень плотные и укрывистые оттенки, лучше густой консистенции. Это может быть специальная гель-краска, либо, например, твердые гель-лаки, но некоторые гель-лаки густой консистенции также имеют достаточную плотность. Не пытайтесь все сделать с одного раза. Сначала мы делаем самое большое пятно, такую дымку, полимеризуем, затем чуть более плотный в центре и еще меньше. И тогда переход будет действительно плавным. То же самое сделаем и с черным цветом. Обязательно начинайте с серого, потому что если вы сразу добавите много темного в центр, то будет ощущение просто пятна, а не плавного перехода. Этот дизайн я давно уже хотела сделать, он был сохранен в моей папке идей, но как-то не доходили руки и не было подходящих материалов. Если вы помните, он был очень популярен в разных оттенках, часто его делали, например, с красной, либо с синей серединкой, но мы решили попробовать черно-белый вариант. И вот теперь тот самый ртутный гель, пробуем делать роспись. Если честно, когда я увидела консистенцию этого геля, какой он жидкий, я немного расстроилась, потому что, как вы знаете, для получения тонких, изящных, ровных линий гораздо проще это сделать более густой гель краской. Но, ребята, он не растекается, при этом дает достаточную плотность, так что однозначно его можно использовать вместо втирки, когда это требуется. Кстати, если вы пробовали подобный продукт уже в других брендах, обязательно напишите о своем опыте, будет интересно почитать. На каждом ногте мы делаем немного разные линии, ни в коем случае их не повторяем, а на одном мы решили вообще сделать вот такую окантовку по контуру. Еще у меня были сомнения, будет ли она выглядеть так же красиво после полимеризации. Как вы видите, пока что, да, зеркальный блеск сохраняется. Но нам осталось еще последнее испытание, перекрыть это все топом и посмотреть, как будет выглядеть в завершенном варианте. Но пока что работать с ней очень комфортно. На других ногтях по этому же принципу заканчиваю дизайн. В итоге у нас получится три черных и два белых ногтя. После этого перекрываем все топом без лифтого слоя, полимеризуем и дизайн готов. Мне очень нравится этот тренд и здорово, что я решила его сделать именно в таком варианте. Но, правда, теперь захотелось еще попробовать их в цвете. А как вам такой дизайн? Спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые видео от меня. И совсем скоро увидимся. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok